Здравствуйте! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42 в студии Сергея Уланов. Антикоррупционные службы Казахстана и Катара расширяют сотрудничество. Катарская делегация прибыла в Алматы для диалога с коллегами. И такую работу на международном уровне агентство проводит на постоянной основе. Еще в феврале в ходе рабочего визита президента Тукаева в Катар был намечен ряд мероприятий, направленных на повышение сотрудничества между двумя государствами, в том числе совместная борьба с коррупцией. Коррупционные преступления совершаются не только в нашей республике, но и на уровне всего мира. Чтобы побороть эти явления, необходимо объединить усилия, для чего и ведется регулярная работа антикоррупционной службой. И вот живой пример. В Алматы приехала делегация из Катара, состоящая из сотрудников управления административного контроля и прозрачности. Зарубежных коллег приветствовал глава антикора. Понимаем, что на сегодняшний день отношения Казахстана и Катара очень серьезно, сильно развиваются. И в том числе по вопросам противодействия коррупции. Мы подписали здесь, в Казахстане уже дорожные карты. Это конкретный план действий. Нас интересуют вопросы противодействия коррупции, в том числе через призму превенции. Это и вопросы антикоррупционного образования, внедрения антикоррупционной культуры. Это обмен различного рода тренингами информации, в том числе вопросы возврата активов. Я думаю, что наши отношения с катарской стороной, они будут взаимовыгодны и полезны для наших стран. Обсуждали целый ряд вопросов касательно деятельности антикоррупционных служб двух государств и потом подписали дорожную карту по взаимодействию. Отношения между двумя странами стремительно развиваются, и подписание дорожной карты о проведении совместных мероприятий тому – зримое подтверждение. Думаю, наши отношения будут плодотворными и станут еще одной возможностью обменяться опытом. Помимо прямого диалога делегация встретилась с Акимом Алматы, где Дусаев рассказывал гостям об инвест-климате и антикоррупционной службе в мегаполисе. Были тут также разные ведомства, и таким образом прошел обмен опытом и мнениями. В ноябре кадр ждет нашу делегацию с ответным визитом на международную антикоррупционную конференцию. Гульнару Марова, Ганезат Успанов, Нурлан Шамбонов, ТДК-42. Более 12 миллиардов из накопленных водохранилищах воды Паводковая. Об этом сообщили в Министерстве водных ресурсов и ирригации. С начала поливного периода более 20 тысяч аграриев бесперебойно обеспечиваются водой. К тому же в этом году Казводхоз планирует направить 7,6 миллиардов кубометров воды на полив 800 тысяч гектаров пассивных площадей. Что еще нового в данной сфере, расскажем в следующем сюжете. Министерство водных ресурсов и ирригации, чтобы обеспечить южные регионы водой, активно сотрудничает с соседями. Узбекистан, например, направит нам 922 миллиона кубометров воды, а Кыргызстан – более 560 миллионов кубометров. Возводится 20 новых водохранилищ, которые смогут собирать до 2,5 миллиардов кубометров воды. На первом этапе запланировано строительство водохранилищ в шести регионах, и со временем это снизит зависимость от соседних государств на 25%. Также в Казахстане планируется реконструкция 15 действующих водохранилищ. Общий объем составит почти 2 миллиарда кубометров. В этом году работу начинают на шести объектах – это Актюбинская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Туркестанская области и в Астане. По заданию президента вносятся изменения в проект нового водного кодекса. Теперь, если о документальной части говорить, подготовлена отдельная глава по внедрению единой системы мер прогнозирования, планирования и реагирования на наводнения и засухи. Чтобы стимулировать сельхозпроизводителей, Минсельхоз дает субсидирование стоимости услуг по подаче воды фермерам и по инвестициям. То есть процент возмещения при поливе и субсидировании, соответственно, будет дифференцирован, соответственно, без применения водозаберегающей технологии, независимо от способа подачи воды, будет поэтапно норматив снижаться в течение трёх лет и составит от 30 до 55 процентов в зависимости от стоимости тарифа. Если применяете водозаберегающие технологии, возмещение будет от 60 до 85 процентов, в зависимости от стоимости тарифа и сам водный кодекс неоднократно подвергался критике. Особенный интерес депутатов вызывало то, что в Аграрном комитете задумались о тарифе на дождевую воду и это всерьёз обсуждали в рамках проекта водного кодекса. Жительница Атерао подверглась харассменту. Это случилось, когда она устроилась на работу официанткой. По словам специалистов, многие девушки становятся жертвами домогательств на рабочем месте. С чем это связано и предусмотрено ли наказание за подобные действия, выясняли корреспонденты Чаще всего женщины подвергаются домогательствам на работе, никому не сообщают об этом, не жалуются по разным причинам. Стыд, угроз со стороны агрессора, страх потерять работу, боязнь и недоверие со стороны коллег и начальства и опасения за свою репутацию. Согласно некоторым исследованиям, многие жертвы также сомневаются в том, что их жалобы будут рассмотрены всерьёз и приведут к реальным мерам по защите их прав и наказанию виновных. О харассменте в Казахстане говорят не так много, но это не означает, что проблемы не существует. Это происходит из-за того, что у людей саморазвитие, сама церковь занижена, нет воспитания у людей. С навязанными чувствами со стороны своего коллеги столкнулась и наша героиня. А Селина именно так решила представиться героине сюжета. Будучи ещё 18-летней, со своей подругой устроилась официанткой в семейный ресторан. И уже через несколько дней начались первые приставания со стороны администратора ресторана. Он сам по себе был очень общительным. И я думала, что человек просто сам по себе такой. То есть он мог, допустим, обнять, поцеловать при встрече, допустим, когда я приходила на работу. Также он мог словесно как-то сказать что-то не очень лестное, скажем так. То есть он мог, допустим, я уж могу так говорить, он, допустим, мог сказать, это было спустя пару дней, вот он мог подойти и сказать, а когда мы там поцелуемся, а когда мы там вместе куда-то пойдём, вот так вот он мог сказать. И я реагировал на это. Я думала, что таки должно быть. Потому что это нормально люди бывают такими. Вот. И человек был ещё и агрессивный. То есть когда он получал не такой ответ, он мог как-то агрессивно на это реагировать. Поэтому я думала то, что лучше уж просто стоять улыбаться и всё. О том, что она и её подруга всё это время подвергались харассменту, Аселина поняла только после того, как она рассказала об этом своим родителям и друзьям. По её словам, коллеги в лице парней её возраста знали о том, что происходит на рабочем месте и старались не оставлять девушек наедине с администратором. Отсюда и удаётся понять, что чаще всего жертвами харассмента становятся подчинённые студенты, молодые специалисты и в большинстве случаев женщины. На самом деле жертвой харассмента может стать любой человек, вне зависимости от пола. В английском слове за словом «харассмент» кроется широкий спектр форм насилия, помимо физического, ещё и эмоционального. Обычно под ним понимают сексуальное домогательство, но на самом деле термин намного шире. Оскорбительные высказывания, непристойные намёки, пошлые шутки, угрозы и психологическое преследование также подпадают под это определение. Однако, по словам клинического психолога Оксаны Машталлер, чаще в непристойном поведении мужчины по отношению к женщине виновата она сама. Женщина, ну давайте будем честны, да, сами провоцирует мужчин, одевает декольте, то же самое глубокое, да, позволяя, ведь мужчина же тоже, он сначала прощупывает, то есть, да, тронуться пальчиком, потом потихоньку рукой, да, и так далее. То есть, я говорю, это всегда имеет историю пред, почему привело именно вот к домогательству в более грубых формах. Зачастую, ну, как бы мы растём, и мы привыкаем к обману, что это есть правильно, что это и есть норма жизни. Ведь это всё начинается с семьи, когда ребёнок что-то уронил, там, разбил и так далее, он говорит, и он видит бешеные глаза мамы, говорит, нет, это не я, да, то есть, и учится защищать себя. И, соответственно, и общество также накладывает, да, вот эти вот свои отпечатки. И в результате мы привыкаем настолько себя, вот, сами себя обманывать даже, что мы не чувствуем, что мы сами хотим этого человека, то есть, делаем какие-то предпосылки, да, а в результате, как бы нам кажется, что к нам приставали. Психологи, в свою очередь, в данном вопросе очень сильно расходятся во мнении. По словам Ахмарала Шарипова, непристойное поведение со стороны определённого человека, наоборот, напрямую связан с властью и ощущением безнаказанности со стороны одного человека и уязвимостью другого. И одежда человека никак не является приглашением к насилию. Я не соглашусь с этим. Сформировался просто такой менталитет у нас, что человек надевает открытую одежду только сексуальным контекстом, для того, чтобы соблазнять. Это обычное тело человека, то же самое, что и голова, уши, ноги и руки. Чаще в качестве жертвы харассмента берут таких людей в позиции подчинённого, мнительных, не умеющих защищать свои позиции с низкой самооценкой. Стоит отметить и несколько психологических черт, присущих большинству из обидчиков. Такие люди по своей натуре считаются охотниками, и в большинстве случаев их привлекает сам процесс охоты на жертву. Обидчик может испытывать прилив силы лишь от одной мысли о том, что он какую-то часть времени окажется главным, покажет свою мужественность и власть. И самое главное, ему за это ничего не будет, рассказывают психологи. Если говорить о портрете мужчины, который совершает харассмент, то это человек, который любит шутить и говорить на сексуальные темы. Заметно также и по взгляду человека. А именно оценивающий взгляд бывает у таких людей. И совершая такие действия, как приставание, он тем самым думает, что показывает свою мужественность власть, что он является также охотником. Он получает от этого, откровенно говоря, удовольствие. Из-за того, что понятие харассмента отсутствует в правовом поле в Казахстане, разбираться с обидчиками придется самостоятельно. Важно не молчать и не терпеть унизительные действия со стороны коллег и руководства, а прямо заявить о несогласии. Если разговор со второй стороной не помог, то, имея на руках доказательства в виде переписок, записи с камер видеонаблюдения диктофона, можно обратиться в полицию, написав заявление по факту оскорбления. Если, конечно, эти действия носят реально оскорбительный характер, у нас есть в Уголовном кодексе есть статья оскорбления. 131-я статья Уголовного кодекса, где штраф предсмотрен за такие действия. То есть, если действие другого работника, либо начальника носит оскорбительный характер, унижает честь достоинства другого человека, допустим, женщины, работницы, она может обратиться в полицию, написать заявление по факту оскорбления. И его, этого сотрудника, привлекут за оскорбление. Конечно, это сначала надо и доказать, вот это оскорбление. Если есть записи видеокамер, где это происходит, это можно затребовать у руководства компании. Либо, если есть свидетели, конечно, их надо будет привлекать. В настоящее время в Казахстане активно обсуждаются введения наказания за приставание на рабочем месте. Заместитель председателя комитета административной полиции МВД Ренат Зулхаиров заявил, что Министерство труда и социальной защиты населения занимается разработкой соответствующих поправок. Сейчас эта инициатива находится на стадии обсуждения в государственных органах. И, как ожидается, скоро будет рассмотрено более предметно. Уральские дачники жалуются на отсутствие речного транспорта. В редакцию нашего телеканала обратились жители города, имеющие дачные участки в районе Учужного затона. Ежегодно в дачный период в городе запускается водный транспорт. Но в текущем году люди остались без пассажирского сообщения. В причинах разбирались наши корреспонденты. Уральские дачники рассказали, что имеют участки в районе Учужного затона. И вдоль реки Барбасталу уже несколько десятков лет. Дачи расположены на противоположном берегу. Поэтому единственный доступный способ переправы туда – речной транспорт. Ранее работы его организовывали ежегодно. Но этим летом дачники остались отрезанными от своих участков. Мы не можем добраться до своих дач, где все затоплено, где все гниет. Вокруг ехать сейчас дорога подсохла. Дороги нет хорошей, дорога плохая. Три тысячи такси будет стоить. Представляете, что эта дача обойдется? Надо хотя бы что-то разбирать. У кого-то что-то посажено уже, люди как-то добирались. Не можем добраться до дачи. Ходили мы в городской Акимат. Нас отфутболили. Сказали, что разбирается ваше дело. Пошли в ЖКХ. Туда вообще не дарсятся. Все толпа нас туда даже не пустили в тот день. В течение 50 лет, как я знаю, учужный затон, мне уже 63-й год, мы добирались. Все было хорошо. Была ПС-ка маленькая, уютная. И каждый час ходила. Но это все в воспоминаниях наших осталось. Понимаете? А сейчас мы просим даже вот какие-то дни определенные. Не каждый день просим. И этого нет. Что мы много просим себе. Или хотят закрыть наши дачи вообще. А что тогда там будет? В городском отделе ЖКХ нам рассказали, что проблема организации перевозки возникла из-за правил проведения тендера. Согласно закону, при разыгрывании тендера на услуги перевозки, участие в нем должны принимать минимум два предпринимателя. Тем временем, заявку на участие подает лишь один перевозчик. Два раза на конкурс объявили. Первый раз, 4 мая, первый конкурс был. Все документы сдавали одну подрядчику. В связи по правилам и госсококом, там должны не менее два участника. В связи с этим не состоялся. Результаты проведения конкурса будут известны не раньше 6 июля. В отделе ЖКХ также отметили, если конкурс не состоялся трижды, в приоритете, согласно правилам, единственный его участник. Подросток погиб в результате столкновения мопеда и мотоцикла в Западно-Казахстанской области. ДТП произошло 20 июня в селе Переметное. По данным пресс-службы Департамента полиции Западно-Казахстанской области, водитель мопеда не справился с управлением и выехал на полусубстречного движения, где произошло лобовое столкновение с мотоциклом. Пострадавший молодой человек скончался в медицинском учреждении. Отметим, что это уже третий ДТП с летальным исходом за неделю. В результате дорожно-транспортного происшествия водители мопеда и мотоцикла господализировали больницу. По данному факту назначены экспертизы. Проводится расследование. 156 тысяч школьников отдохнут в этом году в летних лагерях Актюбинской области. Сейчас в пригороде работают 7 зон отдыха для детей, а также порядка 600 пришкольных лагерей и 50 площадок при учреждениях дополнительного образования. В этом году бесплатные путевки получили дети из аулов, пострадавших от паводков. Лайла Уесова посетила один из лучших загородных лагерей региона. В летнем лагере со сладким названием Кампита отдыхают около 300 детей в возрасте от 7 до 16 лет. Сегодня здесь закрывается второй сезон. Всего их будет 7 по 10 дней каждый. Это одна из лучших зон отдыха, расположенная в живописной местности на берегу реки Каргала. За летний сезон мы сможем принять больше 2000 детей со всей области. У нас отдыхают дети из Шалкарского, Кабдинского, Уиллского и Хромтауского районов. Каждый поток имеет свою направленность. Первая смена – физика, астрономия. Вторая – робототехника и так далее. Есть кружки танцев, рукоделия. Детям очень нравится. Многие приезжают к нам ежегодно. За качеством питания детей следит специальный диетолог. В рационе обязательно свежие фрукты, соки, кефир. Отдыхающих угощают сладостями и мороженым. Лагер работает в разных направлениях – спорт, искусство, наука и другие. Здесь уделяют особое внимание мерам безопасности. А для организации досуга привлекли лучших педагогов и вожатых. Моя задача – это проводить уроки робототехники по расписанию. За 10 дней на мой урок проходят все дети. У нас есть разные дети. Есть дети, которые уже где-то ходили на робототехнику и которые уже все знают. А есть дети, которые в первый раз видят всю эту технику. Но, кстати, у тех, у кого первый раз, у них больше интереса. И они сразу же смотрят, разбираются. Нам нравится заниматься робототехникой. Это очень интересно. Приходим сюда с друзьями. А еще мы любим спортивные состязания. Здесь очень весело. Мы приехали из Шалкарского района. В лагере мы подружились с разными ребятами. Даже не хочется уезжать домой. Так грустно расставаться. Сегодня в регионе функционируют пять загородных лагерей. Два из них круглогодичные. Без внимания не остались и дети с особыми потребностями. По данным Управления образования, летним отдыхом в этом году планируется охватить 98% актюбинских школьников. С этой целью на днях запустят еще два загородных лагеря. Также при поддержке общественного фонда «Казахстан-Халкна» в оздоровительных центрах отдохнут больше тысячи детей из сельской местности. В Актюбе проинспектировали все места летнего отдыха детей. Никаких нарушений проверяющими не выявлено. В этом году бесплатные путевки в загородные лагеря получат больше 10 тысяч школьников, в том числе ученики инклюзивных классов. 243 ребенка поедут в республиканские центры Балдаурен и Бубек. Еще 25 тысяч ребят отправятся в туристическое путешествие. В целом на организацию летнего отдыха актюбинских школьников из бюджета выделили 247 миллионов тенге. Лайла Уэсова, Жумар Тодайбергенов, телеканал ТДК-42, Актюбе. Все самое главное за последние 7 дней в программе «Итоги недели» – воскресенье на ТДК-42. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!